Мы поговорим не только про нашу платформу, а поговорим вообще про различные инструменты, которые очень классные для работы. Первое – это платформа Edwipe. Я думаю, ее все знают. В старой версии это Progress.me. Я думаю, что все, кто поставили минусы, они с ней так или иначе сотрудничают. И второе – это различные сайты для поиска учеников, о которых мы поговорим. Про Edwipe. Очень классная платформа. Среди плюсов, пожалуй, стоит отметить то, что там достаточно получаются интерактивные уроки. На самой платформе можно созваниваться. У платформы достаточно очень много дополнительных инструментов. Кто не пробовал, пожалуйста, можете узнать. Также, чем она мне нравится, то, что там можно отправлять домашние задания, и, соответственно, потом их проверять. Достаточно хорошая платформа. Но у нее есть также некоторые минусы, поэтому вы должны быть к ним готовы. Среди минусов, пожалуй, это то, что платформа не приводит вам учеников. То есть вы там регистрируетесь, вы ее проплачиваете, но вам необходимо самим искать учеников на каких-то сторонних ресурсах. Пожалуй, это ее единственный минус, и мы переходим сразу ко второму аспекту. Отсюда выходят, да, платформа красивая, отсюда выходят некоторые другие вопросы, такие как, когда мы регистрируемся на каких-то сайтах, я не буду сейчас перечислять их, я думаю, что их все знают, их достаточно много, мы должны оплачивать комиссию. И, к сожалению, происходят неприятные ситуации, от которых мы не можем застраховаться. Это когда приходит заказ на какое-то определенное количество уроков в неделю, соответственно, отсюда выстраивается его стоимость. Но, к сожалению, ученик может не посетить заявленное количество часов, может изменить свое решение в процессе нескольких первых уроков, и, к сожалению, потом как-то переиграть уже оплаченную сумму достаточно сложно, время затратное и практически невозможно. Также существует вторая проблема, которая заключается в том, что платформа есть, материалы на ней есть, но либо вам их надо создавать самим, либо их нужно покупать, потому что бесплатных материалов там достаточно не так уж и много, и, в принципе, их быстро проходят с учениками, а дальше приходится искать какие-то отличительные подходы к организации своего урока. То есть необходимо вкладывать время. И здесь мы сталкиваемся с тем, что, чтобы провести час урока, нам необходимо потратить, у всех, кстати, здесь по-разному, кто-то тратит 20 минут, кто-то тратит полтора часа в зависимости от того, как собирается урок на платформе, на его подготовку, на подготовку домашнего задания, и впоследствии нам нужно еще и проверить. Не страшно, не критично, но особенно рекомендация для молодых коллег, вам необходимо это учитывать, что вы не просто берете, допустим, я веду час по такой-то стоимости, вы ведете не час, вы ведете как минимум два часа с учетом подготовки, с учетом проверки. Можно следующий слайд еще? Да, спасибо. Есть еще дополнительные инструменты, которыми, конечно же, мы все разбавляем свои уроки. Я хочу особо отметить Quizlet и Wordwall из этого списка. На мой вкус, они самые интересные. Кстати, уже сказали про платформу Sky Teach, особенно в Telegram. Там есть подкаст, который вчера был буквально записан. Вы можете зайти, послушать, там больше информации про такие дополнительные инструменты для преподавания. Я вчера рассказывала, и даже есть ссылки, то есть можно перейти, посмотреть. Мне очень нравится Quizlet, просто потому что у него есть приложение, и у меня все мои ученики, которые, кстати, есть от школы Skyeng, они все его используют дополнительно, им нравится. Туда можно добавить какие-то свои материалы, которые вы хотите эксклюзивно добавить в обучение. Почему бы и нет? Мы все стремимся за качеством. И Wordwall, пожалуй, отмечу. На мой вкус, это одна из самых богатых на различные упражнения площадок, потому что она включает в себя 18 различных упражнений в бесплатном режиме. Поэтому пользуйтесь. Кстати, если кто-то уже сотрудничает со школой, пожалуйста, тоже перенимайте. Это очень классные идеи для персонализации и для создания индивидуальных материалов. Кстати, я сейчас попрошу вас в чате отметить, какими инструментами вы пользуетесь. Да, вот уже Алина написала, спасибо. Может быть, вы что-то можете добавить, тоже классное. И коллеги, да и мы тоже, и я тоже с радостью это подчеркну. Ну, а пока мы ждем комментариев, я думаю, можно передать слово Антону. Я руку поднял, да. У меня на самом деле вопрос. Никакими. Это прекрасный ответ. Как вы относитесь к таким вот сервисам, которые называются… Ну, их народное название – тулкиты. Ну, то есть это вот какие-то teacher's toolkit для преподавателей. Например, of two class, который предлагает вам, ну, просто вот за какую-то комиссию, за какую-то подписку наборы, скажем, уроков, материалов, всего-всего-всего-всего. То есть вы как бы покупаете доступ к какому-то количеству материалов. Попадались ли вам какие-то такие сервисы, на которые было бы на самом деле… На которые стоило бы всем посмотреть. Ну, of two class, наверное, просто самый известный из тех, что есть. Но, может быть, есть какие-то другие. Или вообще кажется, что идея… Ну, когда вы… Ну, купите учебник, да и все. Зачем нам тулкиты онлайн? Тамара, я, наверное, прежде всего обращаюсь к вам по этому вопросу. Ну, и если у нашей замечательной публики есть тоже какое-то мнение об этом, то прекрасно делитесь чатиками. Ну, честно говоря, я пользовалась, но давно. Это еще где-то, наверное, в 18-й год, еще даже до Азии. Я сейчас даже не назову сервисы. Я просто даже не уверена… Нет, как бы я могу назвать, но я не уверена, что они по сей день существуют. Но, честно говоря, сейчас я не пользуюсь, потому что мне хватает тех материалов, которые есть посредством приложений и посредством платформ, с которыми я работаю. У меня просто нет необходимости. Если мне надо найти какие-то дополнительные материалы в стиле ESL Questions, они в бесплатном доступе, в принципе. Поэтому, если кто-то пользуется, то… Ну, да, здесь мы видим, конечно, Миро. Ну, как же без него? Я думаю, что Миро – восхитительный инструмент. Я еще помню, когда он назывался Real-Time Work до ребрендинга. И уже когда он был очень классным, сейчас Миро – это просто… Да просто вообще мы пользуемся ей не только в преподавании, но и во всяких встречах. И вообще просто это действительно инструмент незаменимый. Quizzes, World Wall, да, or App. Видимо, это не название какого-то приложения или название? Это сервисы. Да-да-да, это хорошие сервисы. Я там тоже еще от себя добавила в чат. Learning Gaps. А по Миро, Мира Миро, ее по-разному называют, кто пользуется, в ней очень классно делать Mind Maps, когда приходит новый ученик, и вы с ним прорабатываете какой-то план. Выглядит красиво, выглядит доступно, понятно. Очень легко потом это корректировать. У меня ученикам нравится. British, ну, конечно. Это тоже скайпер-классный. Конечно, конечно. Вот, не знаю, здесь, ну, BBC Learn English, безусловно. Правда, на BBC, по-моему, я не знаю, на BBC Learn English без VPN. Можно сейчас зайти? По-моему, нет. Anki, вот этого я не знаю, никогда не слышал. Андрей использует что-то очень интересное. Python от Фарида. Я знаю только Python как язык программирования. Что такое Python для английского, честно говоря, первый раз слышу. Breaking news. Очень много информации, кстати, да. Я тоже потом от себя могу добавить еще несколько ссылок с классными материалами для уроков, статьи, видео, которые, кстати, я подчеркнула на нашем внутреннем обучении, Антон. Я потом передам. Антон поподробнее дальше расскажет, что это такое. Ну, я могу поделиться. Да, вот Voice of America. Ага, хорошо. Ну, давайте, может быть, давайте, наверное, пофантазируем тоже. Пока еще не угас наш пыл. Тамара, или вы еще расскажете что-нибудь нам? По сторонним инструментам, пожалуй, нет. Ну, давайте это перенесем в вопросы, да. Может быть, у нас будут вопросы еще. Давайте вот о чем пофантазируем. Представьте себе, что вы начинаете работать онлайн. И вам нужен такой сервис, который называется «Все в одном». Вот вообще все в одном. Просто нажали в два клика на рабочем столе какую-то иконку, и больше вообще ничего делать не надо. Просто вот туда зашли, и там все есть. Что должно быть в идеальном, не знаю, виртуальном классе, в идеальном аккаунте вашем, чтобы вы были полностью довольны? Вот какие элементы этого виртуального класса, виртуальные оболочки, через которые мы проводим занятия, должны быть? Давайте я, может быть, начну. Расписание, безусловно. То есть должен быть интегрирован какой-то календарь. Еще будет очень здорово, если он интегрирован с каким-нибудь календарем, которым мы пользуемся для повседневных нужд. Ученики, да, ученики должны быть наверняка с какими-то профайлами, ну, чтобы про них там можно было помнить. Интерактивная доска, безусловно. Материал, который можно… Уже подгруженный. Подобранные игры, отлично. Материалы в широком смысле слова. Ну, да, мы все живем в эпоху Телеграма и стикеров, конечно. Режим презентации, то есть демонстрация экрана. Или, ну, да, отлично. Материалы для вормапа, словарь, грамматические тренажеры какие-то. Вот еще все то, что есть на экране. Виды программ. Видимо, здесь нужно пояснение, что это значит. Я все, что есть с КАЭНК. Спасибо. Возможность делать пометки. Да, заметки какие-то, конечно. Напоминание о занятиях, какие-то пуши. Дополнительные активности на экстренные случаи. То есть это когда мы планируем урок, а урок не пошел. Ну, совсем как-то не получилось, не попали. Или когда мы планировали материал на час, а сделали все за 35 минут. Наверное, об этом. Максимально оптимизированное управление, все под рукой. Прекрасно. Добавление своих материалов и сторон. Да, подгрузка. Сразу были и ученики, и материалы, и интерактивная доска. И то, что отслеживание статистики ученика. Сколько уроков прошло, сколько слов выучил. Ох ты, это прям уже, уже прям такое. Я поделюсь тем, чего мне всегда не хватало. Это когда ты уже ведешь там восьмой, седьмой, девятый урок в день. И тебе надо поддерживать беседу. И хотелось бы получать методические, хотя бы скелеты. Просто. Что ж, о чем с ним разговаривать? И как быть? Как сделать это максимально живым? Осталось ему только сесть за экран. Да. Еще желательно, чтобы, как это, как двое из ларца в мультике было. И чтобы еще кто-нибудь, какой-нибудь аватар какой изобрести, который бы за тебя преподавал. Вот последним у нас пока не получается. Не получается ничего. Пришли коллеги. Вопрос-то не про контент. К нему никогда претензий не было. Ну, не скажите. У нас все время есть какие-то прения по поводу контента. Того не хватает, сего не хватает. Это неправильно. Кто-нибудь ошибку найдет. Бывают. Опечатки даже бывают в кембриджских изданиях. Редко, но бывают. Так, начиналось сразу. Все сразу знают, что у нас на шестом слайде в девятнадцатом уроке ошибка. Какое безобразие. Про самый страшный факап в контенте Skyeng. Я подумаю. Это был неожиданный вопрос. А можно слово факап произносить? Мне кажется, как-то это неприлично. Ладно, тогда я снова уступаю слово Тамаре. А пока я подумаю про то, что у нас в скрете было неожиданно. Да. Спасибо, Антон. Да, я действительно хочу сейчас перенять инициативу и перейти к демонстрации экрана и показать платформу. Так. Секунду. Так. Отлично. Давайте так. Есть. Скажите, пожалуйста, виден ли экран? Сейчас включайте. Отлично. Отлично все, все видят. Окей. Переходим непосредственно к демонстрации. Я уже заранее подготовила один из уроков. Честно говоря, выбирала рандомно. Ну, как видите, это у нас man-made nature. Сразу скажу, что когда сюда вошел бы ученик, платформа немножко бы изменилась, потому что вот здесь слева в этой зоне мы бы увидели достаточно большие изображения преподавателя и ученика и также достаточно широкую панель со стикерами, которые вы можете отправлять в процессе урока, чтобы не отвлекать ученика от речи, перебивая его, потому что все люди разные, очень индивидуальный процесс. Еще раз скажу, мы разбираем урок man-made nature, это уровень advanced, как мы видим. Что мы сразу видим? То, что очень ценно как и для ученика, так и для преподавателя. Мы видим цели урока. То есть до урока ученик, в принципе, я лично всегда эту страницу отправляю как одну часть домашнего задания. До урока ученик уже смотрит примерно, о чем мы будем разговаривать. Здесь есть заметка. То есть ученик может что-то почитать, какие-то видео посмотреть, чтобы уже быть готовым к дискуссии, потому что, как правило, все идут за навыками говорения. То есть мы уже помогаем ученику. Кстати, есть еще один классный инструмент. Я его покажу ближе к концу своей презентации. Также видны цели урока. Здесь прописано, про что мы будем читать, про что мы будем говорить, что мы будем слушать, какую грамматику, лексику будем изучать. И ниже, кстати, вот здесь есть коллеги, я уже увидела, делюсь тоже таким лайфхаком. У нас есть word list и есть кнопочка «Добавить 10 слов». Где-то 10, где-то 20, где-то 6, в зависимости от урока. Мы ее нажимаем, и слова автоматически улетают в словарь ученика. Вот мы его здесь можем видеть слева. И, соответственно, ученик уже дома, работая совместно со словарем и тренажером, который встроен в его приложение, может спокойно готовиться к уроку и приходить уже с сознанием вокабуляра и уже непосредственно сразу актуально теме вводить его в речь. Также на этой странице ученик может посмотреть грамматику, особенно на высоких уровнях. В принципе, нам не нужно уже обсуждать эту грамматику. Ученик может сам ее пробежать, посмотреть дома. И здесь мы уже обсуждаем вопросы возникшие и выводим ее также в практику через упражнение и дальше в речь. Это очень классный инструмент. Но что здесь еще важно? Здесь есть второй слайд, который мы не скидываем ученику. Он не сильно отличается от первого. Первая часть буквально зеркальная, но ниже у нас есть еще информация по скиллам. То есть эта страничка исключительно для преподавателя. И, кстати, насколько я знаю, платформа так выглядит для разных направлений и для разных курсов. Здесь мы общаемся непосредственно по скиллам, по различным моментам, которые мы собираемся прорабатывать. И внизу есть три кнопки. Это структура, это самые часто задаваемые вопросы по уроку. То есть вы уже можете посмотреть, пробежаться глазами, что может вызвать проблемы, что уже преподаватели оставляли. Не проблемы по контенту или по технической части, а где у студентов может быть какие-то промедления могут быть или вопросы возникнуть. То есть вы уже можете себя подготовить. И есть всегда вот такая вот вкладочка «Трикс» с различными подсказками, с различными трюками, как облегчить то или иное упражнение. Вот это очень круто. То есть уже до урока вы можете подготовиться к каким-то неприятным моментам, которые могут возникнуть. Не столько неприятным, сколько «confusing moments» мы их называем. Есть возможность, есть отдельный слайд для обсуждения домашнего задания. Потому что бывает, что в начале урока ученик начинает с какого-нибудь интересного рассказа, и мы просто переключаемся и забываем уделить внимание домашки, ее обсуждению. Не забудем, у нас есть слайд, который подразумевает то, что мы это обсуждаем. И дальше мы переходим к «warm-up». «Warm-up» – это самая часто обсуждаемая тема во многих сообществах. То есть упражнения для «warm-up», какие-то прогревающие, которые подошли бы под тему. Иногда это достаточно проблемно, потому что я тоже работала с разными УМК, и они бывают просто скучными, эти «warm-up». Ну, там, как погода, а вы были ли… А вам нравится природа? Do you like nature? How often do you go away? И так далее. Ну, это достаточно скучно и заезжено. Как выглядит «warm-up», например, в этом уроке? Кстати, так выглядит 90% уроков. Мы начинаем с крутого видео и с обсуждения вопросов. То есть не заполните пропуски словами, не там отметить «true-false», вот такие вот достаточно якорные упражнения. Нет, вопросы и обсуждения. И мы уже переходим сразу к теме урока «man-made nature». То есть ученик уже понимает, зачем мы здесь сегодня собрались и что мы будем обсуждать. Кстати, видео классное. Дальше мы переходим к чтению. Ну, я не буду здесь сильно прям фокусировать свое внимание, но мы видим статью, мы видим… Которая, кстати, не выглядит как статья, которая представлена в форме поста. Очень много вот именно вот в этом курсе, в New General, контента по постам, по соцсетям. То есть достаточно современный контент и достаточно современно он представлен. Есть, конечно же, упражнения на проработку каких-то отдельных фраз, которые встретились в тексте, но даже они направлены на говорение. То есть вроде бы сопоставить слова и фразы с местами, про которые они только что читали. Но здесь можно задать миллион наводящих вопросов. Но если вы, как я ранее говорила, уже на девятом часе преподавания за один день, не факт, что вы их сгенерируете. Сколько бы раз вы не вели этот урок, ну, иногда прям тяжело, тяжело воспринимать. Есть вот такая опция. You can also discuss. Ее видите только вы. Кстати, вот все опции, где перечеркнутый глаз, видите только вы. Вы можете ее показать ученику. Там бывают разные цитаты или высказывания, которые можно предложить студенту для обсуждения, но можно и не открывать. И вы ведете такую достаточно живую беседу. Кажется, что вы генерируете эти вопросы сходу. На самом деле нет. Это очень упрощает жизнь. Да, доска – это все хорошо. Это все очень классно. Но вот это – это то, что позволяет вам внести какую-то индивидуальность как преподавателя в урок. Не обязательно задавать эти вопросы. Нет. Но уже когда есть вот этот скелет, вам легче выстроить дискуссию. Это очень классно. Я еще, пожалуй, покажу пару слайдов. Естественно, я не буду останавливаться на каждом. Я думаю, что грамматику мы просто перепрыгнем. Но, например, здесь и картинки, и фразы. То есть выберите фразы, с которыми вы согласны. Поясните свое мнение. Почему вы считаете так? Prove your opinion. И дальше мы, опять же, переходим в беседу, которую уже достаточно легко построить и выстроить благодаря такому материалу. Я позволю себе перепрыгнуть через вокабуляр, через грамматику. Достаточно быстро покажу. Достаточно классические упражнения. В зависимости от урока они разные. Ну, пожалуй, что по грамматике добавлю. То, что есть правила, но здесь как бы не предусмотрено обсуждение этих правил, как во многих уроках. Прочитайте, расскажите. Нет, оно есть. Ученик его уже видел заранее дома. Мы сразу переходим так плавненько к практике. Мы не тратим на это очень много времени. И, пожалуй, перейду вот к такому слайду. Тоже он достаточно классный. Это все урочные слайды. То есть это то, что мы делаем на уроке. Хотя любой из них можно отправить как домашнее задание. Никакой проблемы нет. Вы просто нажимаете на вот эту кнопку, и все. И он уже в профиле ученика. Слайд результ. У нас их, кстати, два. То есть тут я говорю, кому что нравится, тот и выбирайте. Я больше люблю этот, потому что здесь ученик может сам взять и пощелкать, что он сегодня сделал, понял или выучил. То есть не как бы вы так сами закрыли, а сегодня мы сделали вот это, вот это, вот это. Молодец, садись, садись пять. А ученик сам анализирует. Да, мы поговорили про природу. Да, мы поговорили про технологию и природу, про их взаимодействие. А вот вы знаете, а вот это вот мне достаточно было сложно. Listening skills развивать. Аудирование было сложно. Видео что-то там, недопонял, не понял. То есть вы так ненавязчиво выводите его на обратную связь. Вот этот, я прям люблю вот этот slide results. Как бы редко перехожу к этому. Окей. Дальше. Что у нас есть по homework? Вот эта вкладка интересная. У нас в данном уроке представлено 11 слайдов. Не обязательно отправлять их всем. Но здесь вот, опять же, на том же slide results можно увидеть, сколько ученик выберет времени на домашнее задание. Как правило, вы уже знаете, потому что ученики занимаются достаточно продолжительное количество времени с вами. То есть вы уже знаете их план обучения. И здесь в домашнем задании мы можем выбрать слайды, которые нужны. Например, я знаю, у меня есть группа студентов, которые вот такие задания, они не очень любят выполнять. Им лень. Я им тогда, окей, не проблема, скину вот это задание на вокабуляр. То есть никаких проблем нет. Я могу выборочно поотправлять им задание, а могу просто нажать на эту кнопку и скинуть все разом. Или здесь выбрать. Опций достаточно много. Но здесь достаточно классическое домашнее задание. Грамматика, аудирование, вокабуляр. Ну, сложно что-то придумать еще экстра. Но вот эти три последних слайда, они необычные. К каждому уроку есть слайд, на котором либо нарисован карандашик, либо микрофон. То есть ученики дома либо пишут сочинения, либо делают, записывают свою речь по теме. А почему это классно? Потому что это не просто вот так вот напишите представлено. А здесь у учеников есть задания, есть инструкции достаточно точные. И есть word list. То есть то, с чем мы работали на уроке, то, с чем они работали дома, они используют именно эти слова и именно эту грамматику, которую мы проходили. Вот это очень удобный инструмент. Более того, когда они пишут сочинения, у них вот эти слова автоматически вычеркиваются, когда они их используют. То есть студенты сами уже могут отследить свой прогресс. Это очень удобный инструмент. И также мне очень нравится вот этот слайд отправлять до урока. Он не включает в себя никаких упражнений, никаких заданий. Только ссылки на сторонние ресурсы. Как видите, мы очень открыты к сотрудничеству. На сторонние ресурсы, на сторонние видео, статьи, где ученик может почитать, посмотреть видео про тему, которую я отправляю заранее. То есть мы будем обсуждать в следующий раз. И опять же, он уже более вовлечен в беседу. Это все очень классно, но возникает вопрос планирования урока. С некоторыми учениками я покажу, как выглядит витрина курсов. Курсов очень много. Помедленнее буду листать. Вот, допустим, вот эта вся графа, первая, где у меня синеньким подсвечен New General, это только для общего английского. То есть, несмотря на то, что здесь есть группа, здесь есть курс бизнес, он связан с общим английским. То есть этот пласт только для учеников, которые приходят и говорят не для себя. То есть материалов хватит, я не знаю, на годы обучения. Здесь представлена грамматика, которая может идти в совокупности с курсом. Упражнения на развитие вокабуляра, на интенсивный курс грамматики. Кстати, классный, кто сотрудничает, кто тоже работает с платформой, я очень рекомендую. Особенно мне нравится раздел, раздел с различными дополнительными курсами. Это видео, это новости, это Wow Lessons. Это вообще очень классный материал, где ученик приходит, и он проходит урок либо в форме квеста, либо в форме того, что он, допустим, пришел на игру, кто хочет стать миллионером. Ну, в общем, материалов очень много. И мы, конечно, можем выбирать самостоятельно их. Мы можем самостоятельно планировать обучение ученика. Почему бы и нет? Я, допустим, это люблю делать, мне нравится самой собирать урок. Ну, вот нравится оно мне. Но есть очень крутой инструмент. Я сейчас покажу на примере. Одну секунду, вот здесь. Есть очень крутой инструмент показать каталог курсов. Что это такое? Сейчас мы скроем прошлые уроки. Так, отлично. Я их еще больше открыла. Что это такое? Это когда платформа сама за нас придумывает план. То есть нам не надо думать. На основе целей ученика, на основе его желаний, на основе его дедлайнов. Потому что бывает такое, что ученик пришел мне для себя. И вообще без разницы, я там и пять лет могу учиться. А есть ученик, который пришел, вы знаете, я через полгода буду там переезжать или что-то еще. Мне надо достичь какого-то результата. Есть специальная графа, где мы это все отмечаем. Мы не будем так далеко сегодня уходить. И на основе этих данных платформа сама делает персональный трек для ученика. Как мы видим, здесь платформа предлагает мне поработать со следующим уроком. Это In Search of a New Life. Кстати, классный урок. Здесь у меня прописана грамматика, которая будет изучаться. Здесь у меня прописаны тезисно темы, которые мы будем обсуждать. И, конечно же, я вижу номер урока и курс, и уровень. Если посмотреть по прошлым урокам, мы видим, что платформа миксует. То есть, да, у нас основной курс – это New General. Это классно. Но платформа миксует и курсы. То есть вот здесь она предлагает взять LightLight. Это урок с видео очень крутыми, которым собраны, сгенерированы потрясающие вопросы для дискуссий. И если кто-то берет, вы знаете, что урок может пойти не по плану, потому что у меня бывает такое, что мы берем видео одно вроде бы как бы для warm-up, но мы его обсуждаем полурока. Это действительно круто и классно. Это очень интерактивно. Мы видим, что платформа миксует уровни. То есть она подбирает материалы, исходя из целей по вокабуляру и из целей по скиллам. Вот это очень крутой инструмент. Это прошлые уроки. Дальше мы видим следующий материал, который мы и будем брать, если мы не хотим ничего добавить в дальнейшем. И мы видим дальнейший план обучения. Вот здесь уже я ученику отправляла заранее вокабуляр. То есть ученица уже делает вперед, но у нас такая с ней система. И, соответственно, мы видим, что платформа все продумывает. Можно посмотреть и дальше заглянуть, что мы будем делать. Вот это очень крутые вещи. Но еще, возвращаясь к уроку, мы обсуждали с вами дополнительные материалы, которые могут быть использованы на уроке. Это доска была выведена в то, что необходимо. Было выведено использование каких-либо дополнительных сервисов на платформе. Ну, почему бы и нет? У нас есть вкладка, вот такая вложение, attachments, где мы можем добавить достаточно широкий спектр материалов. То есть это и доска. Она достаточно простая. Но если вам надо показать миров, вы можете просто заширить в чате вот здесь урока со студентом ссылку, и все. То есть студент переходит, и он видит эту доску в отдельной вкладке. Это не проблема. Вы можете добавить какой-то текст, статью или пост, если его надо срочно обсудить. Надо сделали скрин, добавили картинку вот здесь, пожалуйста. Надо добавили аудиофайл, надо добавили видеофайл. То есть в принципе добавить можно все, что угодно. Это никак не пресекается. Здесь есть дополнительно отдельно выведенные материалы. То есть если нужно переключиться, это можно сделать легко. Антон, не видела чат, потому что транслировала платформу. Есть какие-то вопросы по платформе? Может быть, что-то надо показать? Да, я думаю. Нет, по платформе вопросов, насколько я понимаю, нет. А те, которые были, я постарался на них ответить. Про вот те блоки, которые разноцветным способом окрашены. Транскрипт, You Can Also Discuss и подобное. Да, что их можно показывать, ну, кроме You Can Save, потому что это просто связано между слайдами. Но в целом я хочу вот что сказать, что у нас были предложения к тому, что такое идеальная платформа. И, в общем, я могу сказать, что практически все у нас есть. Виртуальная доска есть, да. Можно ее использовать. Стикеры есть в видеосвязи. Но режим видеосвязи мы не показываем. Но, тем не менее, видео происходит тоже на платформе. Там можно сделать большой экран, маленький экран, как вы хотите. Режим презентации, ну, как бы это синхрон. Синхронизация есть между действиями. Интерактивная доска есть. Ну, конечно, она не такого уровня, как мир. Но в мире нет, в мире, с маленькой буквой русской, кириллицей, нет досок аналогичных МИРО. Поэтому тяжело тягаться. Что еще? Игры. Игры, даже игры есть. Они, конечно, такие, ну, примерно, как, знаете, когда интернета нет, в Google Chrome там такой динозаврик прыгает. Но игры все-таки грамматические и лексические в том числе довольно залипательные, кстати. Не смотря на то, что это просто выглядит. По лексическому материалу я добавлю. Я просто не могу со своего аккаунта преподавателя это показать. Но я знаю, я студентов своих просила записать мне именно видео их экрана. То есть мне было интересно, как у них проходят эти игры в тренажере. У студентов есть тренажер для вокабуляра. В котором вам вообще не нужно принимать никакого участия. То есть когда вы закинули им слова, как я здесь показывала, в словарь, они у них там уже появляются. И они с ними работают. То есть это делает полностью сама платформа уже дальше. Спасибо. 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 Спасибо.